Наше имя Борис Немцов! Властям очень важно, чтобы российское общество забыло о том, что произошло вечером 27 февраля 2015 года в Москве. На мосту, который рано или поздно будет носить имя Бориса Немцова. Властям очень важно, чтобы российское общество перестало не только об этом помнить, но и перестало об этом думать, потому что мысли о преступлении заставляют общество искать преступников, искать заказчиков, искать виновных в этом ужасном событии. Память о Борисе Немцове стала движущей силой российского гражданского общества, всех нас с вами. То, что мы об этом помним, и не только в феврале, и не только в день рождения, мы помним об этом каждый день. Это показывает властям, что российское общество не простит того, что произошло 27 февраля 2015 года. Сегодня нет таких губернаторов, сегодня нет таких вице-премьеров, сегодня очень мало таких депутатов. Я хочу сказать, что Борис разительно отличался от подавляющего большинства политиков тогда, и тем более сегодня. Он был живым человеком, со своими достоинствами, со своими недостатками. Он был открытым, он был искренним, он был настоящим. Если бы сегодня у нас были такие политики везде во власти, у нас была бы другая страна. И мы сегодня видим, что политический террор продолжается. Мы видим в Петербурге, в нашем родном, как нападают на политических активистов. Мы видим, как их убивают. Вспомним Константина Синица, которого все мы видели на протестных акциях. Мы видим, что наша власть, которая не умеет разговаривать с оппонентами, которая их боится, которая не способна спорить, она может только на них нападать и только их убивать. Три года как целая эпоха. Таких, как Борис, больше нет или их очень мало. Это тот человек, который мог консолидировать совершенно разные силы. В чем наша беда? К сожалению, мы каждый сам по себе. И когда наступают времена, когда нужно делать выбор, мы каждый сам по себе. Борис умел находить компромисс даже в самых острых ситуациях. Он был всегда повернут лицом к людям. Три года мы уже в другой эпохе. Еще то, что три года тому назад казалось невозможным, сейчас нами воспринимается как нечто банальное, повседневное. Вы посмотрите, город Петербург занял почетное второе место попыткам. Попыткам ФСБ. Первое место у Пензы. Ну ничего не потеряно, мы будем двигаться вперед. Чекистка-путинская банда. Они убили Немцова. Они убили Старовойтова здесь. Они убили Маневича. Истемира убили они. Эти негодяи убили. И их нельзя прощать. Ни в коем случае. Потому что это будет повторяться снова и снова. Люстрация. 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 Тем, кто непосредственно участие принимал, тем наказание. Скорее всего, пожизненное. Лучше всего, мировое. В Гаге. За преступления мирового характера. В Гагу. На самые главные преступления надо обращать внимание. Держаться друг за друга. И не отвлекаться ни на что. Это война. Это политзаключенные. Это преступления главные путинского режима. Спасибо большое за внимание. Этот человек никогда не боялся сказать о том, что вор это вор, а убийца это убийца. И единственной возможностью его заставить молчать, было такое дерзкое и аморальное политическое убийство в центре Москвы. Но они как всегда просчитались. Я сейчас стою здесь и вижу, что нас много. Что нас много и мы не боимся. Мы не боимся судов и дубинок. Боимся или нет? Нет. Потому что не это страшно. Страшно забыть. Страшно забыть, что значит тиран во власти. И да, в последнее время мы часто говорим о том, что наша власть воры. Но давайте мы будем еще помнить, что не только воры, но и убийцы. Что мы можем сделать сейчас в память о Борисе Немцове? Я думаю только одно. Продолжать ту борьбу, которую он всегда вел. Продолжать действовать. Не бояться. Продолжать бороться за то, чтобы в нашей стране была демократия. За то, чтобы в нашей стране начали соблюдать права человека. За то, чтобы в нашей стране больше не пытали людей в колониях. За то, чтобы мы могли свободно говорить, не рискуя при этом своей свободой. Мы должны не бояться. Потому что это не мы их боимся. Это они нас боятся. Путинская власть строится на страхе, цензуре и репрессии. Но мы понимаем, что за любой репрессией стоит неуверенность и осознание собственной ущербности. Мы знаем, что эта власть ущербна. Мы знаем, что когда-нибудь Россия будет свободна. И поэтому мы здесь, чтобы продолжить. Россия будет свободной. Россия будет свободной. Россия будет свободной!